Ну, это мы рассматриваем, на самом деле, сферического коня в вакууме, то есть это мы рассматриваем такое продвижение при наличии прежней украинской армии. А что будет в реальности, то есть что будет тогда, когда вот эта вот армия, которая используется как пушечное мясо, встретится с переформатированной армией 21 века? Мы будем удерживать россиян на этой же линии от Купенска до Углидара, это по Луганскому, ну, частью Хайковского направления, Луганской и Донецкой области. Никуда фронт не сдвинется. То есть сейчас оптимальный как раз уперся, россияне уперлись в эти превышения, в эти старые кряжи, в основную линию обороны. Вот она как раз по тому же Часовьяру проходит, к Сиверску идет, также она опускается до Углидара, то есть вся эта линия обороны, она удерживается уже примерно последние полгода, и она будет удерживаться в ближайших несколько месяцев. Россияне через нее нигде не пройдут. Они будут об нее обтачиваться, то есть терять сутки по тысяче человек, пусть по 500 тысяч человек в сутки в среднем, будут терять 3-5 самолетов в неделю, будут терять десятки бронетехники в неделю, и вот они будут просто обтачиваться. А украинская армия пойдет в наступление на юге, это однозначно. Нет смысла в каком-то другом месте выполнять наступательные действия. Только на Азовское побережье. Это самый оптимальный вариант, все прекрасно понимают. Самая короткая – это выход с Орехова на Мелитополь. Ну, может быть, не напрямую на Мелитополь, а между Мелитополем и Бердянском. Это оптимало. Дальше уже загонять россиян в Крым, дальше двигаться на Запад. Но еще пара направлений на Бердянск, на Мариуполь. То есть это открытое направление. Здесь уже, как скажет пан Залужный, так оно и будет. Именно там столкнется российская армия, столкнется с готовой наступательной, новой наступательной силой. То есть, можно сказать, уже с натовской армией, пусть в исполнении украинскими солдатами. Но это уже будет экипировано натовскими вооружениями армии. Вот она столкнется где-то в районе Орехова, Гуля и Поля. И вот это движение пойдет вниз в сторону Азовского побережья. Пойдет такое перемалывание российских войск. В зависимости, скорость будет, в зависимости от того, как они будут убегать. Будут убегать или нет. Дадут им команду уходить или не дадут. То есть здесь тоже очень много будет значить от скорости движения этой уже механизированной армии. Тут даже нельзя сказать корпуса. То есть это действительно будет мехармия. И вот противопоставить этому движению россияне просто ничего не смогут. И они это тоже прекрасно понимают. То есть вот это движение на Азовское побережье, это просто уже решенный вопрос. Вопрос времени только остается. Как, когда и с какой скоростью мы будем туда двигаться. Естественно, все натовское вооружение перемелет вот это старое советское, включая живую силу. Причем минуса в сутки где-то будут, если они не будут выходить, а будут оставаться. Где-то будет до трех тысяч человек в сутки. Это такая коса войны будет выкашивать российские войска. Субтитры сделал DimaTorzok